Начинаются 15 минут славы Билли Басса. 5, 4, 3, 2, 1. Начинаем шоу «Самые забавные животные планеты». Собаки самые-самые. С участием самых смешных дворняк. Усаживайтесь и готовьтесь встречать. Саймон Кауэлл развлекается. Неудобно одному танцевать кадриль. Собака по кличке Эскалатор. Салли сноубордистка. Скрытая опасность для снеговиков. Три желания рыбка не исполнила. Спорти Спайс возвращается. Их еще кто-нибудь помнит? Мастерство собаки оставляет след. Все животные планеты, от а до я. Самые забавные животные на телевидении. Самые забавные животные планеты, собаки, самые-самые. Вот и ведущий нашего шоу Киган Майкл Ки. Начинаем шоу «Самые забавные животные планеты», посвященное нашим любимцам. Собакам. Точно это шоу «Собаки. Самые-самые». Большинство собак, которым вы грозите палкой, захотят с ней поиграть. Кто может быть симпатичнее щенка? Правда, в третьем классе я думал, что самый красивый из всех – Кони Хэнсон. Я был неравнодушен к рыжим. Но ей не нравился. Сколько бы я ни бросал мяч, она его не замечала. Поэтому я считаю, щенок никогда тебя не разочарует, в отличие от девчонки. Шведский стол – это очень выгодно. Так можно накормить сразу 11 щенков. Официант, можно еще пару секунд и полотенце? Всегда приятнее ехать на работу с другом. Пока у него не кончится бензин. Порой кто-то достает твоего козла. А порой козел достает кого-то. Этот милый маленький щенок догоняет свою жертву и не сводит глаз с добычи. Теперь у него косоглазие. Можно спускаться по лестнице, но падать гораздо быстрее. Говорят, собаки и хозяева становятся похожими. Если так, то я не знаю, кого больше жалко – этих ненормальных собак или их странных хозяев. Чем больше я видел разных странных вещей, которые люди делают, чтобы стать похожими на своих собак, тем менее я уверен, что мы эволюционируем. Жуткое зрелище. Они поют «Ла Вида Лока». И эти тоже. Сколько бы раз я не смотрел этот клип, я всегда думаю, кто из этих двоих собака? Отличный способ убить вечер. Мало того, что он наряжает собаку для танцев, но он еще и все время ведет. Они, наверное, тоже пели «Ла Вида Лока». Это напоминает собачье шоу Лоренса Уэллка. Это леди шампанское. Кажется, она слишком много выпила. Все помнят самых выдающихся людей. Сэр Эдмунд Хиллари первым поднялся на Эверест. Нил Армстронг первым вступил на Луну. А эта собака, которую вы не сможете забыть, тоже по-своему отличилась, совершив настоящий переворот. В мире собак. Собаки все приносят хозяину. Они приносят мячики, палки, газеты. Вот бы мне собаку, которая приносит одежду из чистки, тогда бы я был совершенно счастлив. Собака думает, ненавижу. Каждый год Боб хочет поиграть в это в январе. А не лучше ли в июле, когда нет снега, тепло и светит солнце? Нет, он хочет играть сейчас. С тех пор, как этот человек повредил себе мышцу в студенческие годы, играя в софтбол, его собака довольствуется тем, что приносит палки, которые хозяин осторожно кладет на дерево. Но что же скажет лесник? Говорят, что Леонардо Ди Каприо был не единственным кандидатом на роль в «Титанике». Это кинопроба и первого кандидата. Он был бы великолепен в сцене финала. Не шуми. Распугаешь рыбу. Зачем нужны аквариумы? Интереснее добывать обед прямо из озера. Основные команды для собак – стоять и сидеть. Я бы попросил вас тоже посидеть, пока идет реклама. Оставайтесь с нами. Что выводит нас из себя? Проблемы, пробки на дорогах, очереди в супермаркете? Собакам это не грозит. Хотя бывают стрессы даже у собак. Обычный день в Лос-Анджелесе. Снова погоня. Подождите, в машине должен быть ребенок? А где же Бобби? Где Бобби? Помните, о чем нас учили в садике? Делись и не дерись. Да, и еще нельзя слизывать клей с пальцев. В ванне должна быть вода, а ее нет. Но я ее найду. Ну, я ее найду. Что не хотят купить себе бассейн. А эти накопили на два. Не знаю, что такого сделал его хвост, но он явно должен извиниться. Это собака слишком мала для нас двоих. Я за собой слежу. Этот просмотр разрешен всем зрителям нашего шоу. Когда одержимый ученый-гонщик Бобби Латимор уменьшил себя и машину до пяти сантиметров, он счел, что предусмотрел все. Он только забыл о соседских собаках. Киностудия Беспривязи совместно с Шарик Филмс Интернешнл представляет фильм «Гони, Бобби! Гони!» Один человечек, одна машинка, а также дебютанты Билли Джилли – собаки, которые никогда не устают. Журнал «Косточка» пишет. «Гони, Бобби! Гони! Это зрелище высокого накала!» Джин Скаллоп назвала его захватывающим. Роджер Игрид пишет. «Порой кажется, что Билли и Джилли пройдут сквозь экран и укусят меня». Острое ощущение в каждом кадре фильма «Гони, Бобби! Гони!» Фильм «Гони, Бобби! Гони!» скоро выйдет на экраны. Пока в общей категории. Что сказать о снеге и собаках? Они неразделимы, как Лорел и Харди, как рука и перчатка, как... Ну, неважно, вы поняли. Обратите внимание, это час пик в Сибири. А раньше здесь вообще не было движения, и сани просто переворачиваются, когда вы хотите проехать мимо. Даже если люди не слишком учтивы, нет причин для конфликта. Ой, это упряжка моей мамы. Меня нельзя переворачивать. Перевожу этот лай означает «Отказали тормоза». Я лечу, куда глядят глаза. Хорошая идея. Полицейская собака в упряжке. Только его не предупредили, что тот, кому он должен помочь, похож на его инструктора из полицейской академии. Хорошая форма — это всё. Хвост кверху, нос книзу. Это не только улучшает аэродинамику. Она использует хвост как руль. Нет гор? Нет проблем. Собаке нужен только снегоход, трос и подстилка. А и хозяин, который после того, как повредил спину на фабрике, не сходил на работу, чтобы получить расчёт. Пора проверить почту. Это письмо из города Шимстаун, Луизиана. Дорогой Киган, мой дядя Эд умер в прошлом году, оставив нам немного денег и собаку Бинкерстина. Мы любим Бинкерстина.